Кирилл Игоревич, я, наверное, вообще последний человек в этой стране, который поздравит вас со столетия Вахтанговского театра. Спасибо, да. Мы с вами находимся в антураже выставки, которая Вахтанговский век также посвящена столетию театра Вахтангова. Вот в чем особенность, в чем душа этой выставки? Ну, душа, потому что здесь представлены, наверное, самые дорогие вещи, которые у нас хранятся в музее и в запаснике театра, да. Ну, потому что это связано с нашей какой-то такой вот историей, очень даже современной историей. И каждому вахтанговцу тут вещи, которые очень дороги сердцу. Это костюмы наших корифеев, это спектакли, которые ставили золотой фонд не только театра Вахтангова, а вообще российского театрального искусства. Вот если мы, так сказать, посмотрим вот на это платье Ноны Гришаевой, то это знаменитейший спектакль «Без вины виноватый», поставленный классиком. Российского театра Петровна Учим Фоменко. Он взорвал театральную эту смазку, потому что это был, ну, как бы сейчас сказали, событийный спектакль или какой-то необыкновенный спектакль, но невозможно было попасть. Театральный бонбастер. Да, потому что его играли в театральном буфете, и туда зрители могло поместиться 60 человек. Я помню, я был совершенно юным мальчишкой, и я мечтал попасть на этот спектакль, и мне так не удалось. Ого! Вещи, можно видеть, вот что вот этот чайник в руки брал Юрий Васильевич Яковлев, понимаете, и так далее. Вся история русского театра. Да, это трость, которая выходила Юлия Константиновна Борисова. Здесь что не вещь, она, понимаете, с каждым годом становится все более-более знаковой. Кирилл Игоревич, обижаетесь ли вы на гневной рецензии критиков на новые спектакли? Вы знаете, если это происходит профессиональный театрологический разбор, я не обижаюсь. А если это происходит какой-то такой разговор тети Мани на кухне, то, конечно, меня это задевает. Потому что... Неконструктивно. Да, если ты что-то не знаешь или где-то что-то услышал в коридоре, и это выдаешь как за новость, за сенсацию, слушайте, ну это непрофессионально. Театральный критик, если мы уже сказали, это вторичная профессия в театре. И я всегда не устаю повторять, что, знаете, вот без театральной критики в театре существовать будет, а без зрителей никогда. По вашему профессиональному мнению, наблюдению, меняется ли зритель? Конечно. Конечно, знаете, сегодня зритель очень стал ценить свое, так сказать, время и очень к нему бережно относятся. И зрители сегодня стали вообще понимать, что самое дорогое в жизни – это время. И поэтому они не хотят его просто так терять, чтобы что-то, чего-то просто так посмотреть. Я очень рад, что, знаете, на самом деле, что вот мы пришли к такому формату в театре, что мы большие гастроли – это не только вот театр приехал, привез свои спектакли. Наслаждайтесь. Да, наслаждайтесь, и вот смотрите, какие у нас все хорошо. А мы теперь в рамках наших всех больших гастрольных туров, когда мы выезжаем не на один-два дня, а как здесь, примерно, на целых почти 10 дней мы в Благовещенске, мы привозим с собой выставку, которую открываем, которая будет работать после нас, еще два месяца, и люди будут приходить. После вкусия. Такой хороший-хороший после вкусия. Мы проводим образовательные семинары, мы стараемся, когда мы приехали в регион, все-таки его не только показать в спектакле, а его все-таки и культурно обогатить, или, как сейчас принято говорить, попытаться выравнить вот этот культурный слой между столицей и регионом. И я вам скажу, вот уже по прошествии каких-то лет мы видим, что эта ситуация в лучшую сторону меняется. Бутует мнение «Уходит великая эпоха актеров». Что вы на это скажете? Вы знаете, я скажу, что это в каждом отрезке жизни нашей с вами, и театра, тем более, всегда уходит эпоха. Уходит эпоха, приходит другое поколение артистов, приходят другие кумиры, никому неизвестные, становятся популярными. Потом эти популярные становятся кумирами. Это нормально. При Михаилу Санычу Ульянове, которого мы все любим, которого мы все обожаем и так далее, было очень ровно и хорошо. Но сегодня мы все понимаем, что благодаря личности Ульянова, да, не было больших побед, не было каких-то спектаклей, которые были хорошие, качественные спектакли. Но сегодня мы понимаем, что благодаря Михаилу Санычу Ульянову он сохранил этот коллектив, сохранил труппу, никого не уволил, никто не взбежался. Она приросла новым актерским молодым поколением. Молодое поколение, Михаил Санычу Ульянову, кто, кого он взял в театр и привел за собой. И воспитал. Да, это, извините, Маковецкий, Симонов, Рудберг, Дубровский. Которые сегодня уже великие. Армонова. Да, да, да. Это уже все как бы принял. Молодая поросль. И он их сохранил в театре, он их принял, он их, так сказать, всячески оберегал от всего. И благодаря ему, когда пришел Турин в театре, была блестящая труба, с которой он смог работать. Продолжение следует.